Панорама Севера Услышать глухих детей. Родителям больше не потребуется возить детей в Москву и Санкт-Петербург. Центр по настройке слуховых имплантов открылся в Северодвинске. В городскую думу за коммерческим интересом в 1910 году и отцы города, и избиратели без особого энтузиазма относились к своим обязанностям. Ровно три года назад в Поморье появился знак отличия за заслуги перед Архангельской областью. Соответствующие постановления 3 декабря 2008 года подписал губернатор нашего региона. О том, чем жила область на этой неделе, в рубрике «Хронограф». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова В Архангельске состоялось торжественное открытие дома на Ленинградском проспекте 360. 196 квартир в нем предназначены для наших ветеранов. Дорогие наши сыны, спасибо вам, что вы о нас подумали, позаботились. Международный день инвалидов отмечается сегодня, 3 декабря. По традиции, мероприятия в честь этой даты длятся всю первую декаду месяца. Но, как считает председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин, «Декада инвалидов» – это не праздник, а напоминание о проблемах. Архангельский детский сад номер 3 посещают дети, о которых принято говорить с ограниченными возможностями по здоровью. В этой группе занимаются детишки с проблемами слуха. Все они умеют читать с 3-4 лет, поэтому словосочетание «ограниченные возможности» звучит несколько странно. Каждый день в группе выбирается дежурный, и воспитатели говорят ему, что будет на завтрак, обед и ужин. Ребенок самостоятельно ищет в ящиках таблички с названием «блюд» и выкладывает их на стенд. Вот полдник, у них было молоко и вафли. И потом ребят, когда моют руки, вот это все раскладывают, потом дети заходят, все вместе встают полукругом, дежурный, пальчиком показывают. Сегодня на полдник они все читают то-то, то-то. Хорошо, молодцы. А теперь дуем на ладошку. Анастасия Шейпак работает с детьми с нарушениями слуха уже два года. Сейчас она проводит занятия по фонетической ритмике для развития речевого дыхания. Дети наши слабослышащие, слух у них как бы выработан не очень, то есть при помощи слуха и разговора мы вырабатываем речевое дыхание. Дети слышат при помощи слуховых аппаратов и специальных имплантов, вживленных под кожу. Врачи, педагоги и родители говорят, что операция дает очень хорошие результаты. Ситуация такая, что чем раньше ребятам вот такую помощь высокотехнологическую окажем, тем больше шансов, что они уже не станут полноценными гражданами нашей страны. Но сложность в том, что имплант необходимо постоянно настраивать, а для этого приходится по 5-6 раз в год ездить с ребенком в Москву и Санкт-Петербург. Одна поездка обходится примерно в 30 тысяч рублей, за год – 180. Проблемы решили в Северодвинске. На прошлой неделе там открылся Центр по настройке имплантов. Это программа настройки кахлеарного импланта. Здесь отображены разные каналы, каждый канал отвечает за определенные наборы звуков. Чем точнее настроены каналы, тем лучше слышит ребенок. То есть, чтобы он и тихие звуки слышал, и чтобы громкие не были дискомфортны ему. Чем больше динамический диапазон, тем больше звуков слышит ребенок. Четырехлетний Степан Рогозин пользуется имплантом два года. После подачи сигнала ребенок оценивает звук. Например, громкость показывает на матрешках. Чем больше матрешка, тем громче звук. А врач должен уловить середину. Местным специалистам помогут профессора из Санкт-Петербурга и Москвы по интернету. Как раз в нем и была загвоздка. У Центра не было денег на его оплату. Вы не поверите, знаете, сколько нам объявили стоимость интернета? Вот это 12,380 в месяц, в год. Вы понимаете, я сейчас говорю, это маленькое удивление. Это стрим ТВ, например, который 480 рублей для нормальных граждан. То, когда мы как юридическое лицо обратились, нам цену выставили еще 2,300 за подключение. То есть в год это получалось только за интернет, надо платить около 150 тысяч. Для жителей Архангельской области процедура будет бесплатной. Кстати, на Северо-Западе подобный центр по настройке имплантов есть только в Санкт-Петербурге. До свидания! Сегодняшняя точка на карте Архангельская городская дума. Но не теперешняя, а та, которую сдали в эксплуатацию еще 150 лет назад. Мы решили вспомнить городских избранников давно минувших дней. В современном здании медуниверситета до революции 17-го года располагалась городская дума. В советское время здание думы было как бы надстроено. Это обстоятельство доказывает тот факт, что в здании фактически разное количество этажей. 4 с одной и 5 с другой. Результаты разных гостов советской и имперской России. Ровно 150 лет назад, 17 сентября 1861 года, была сдана в эксплуатацию Архангельская городская дума. Здание на самом деле, городская дума была украшением города. И оно было двухэтажным, кирпичным, с угловой башенкой, на которой были и часы, и всегда развивались флаги. И очень похожее по конструкции и по проекту здание было построено в 19 веке и в Санкт-Петербурге. Сто лет назад народным избранникам фактически приходилось заниматься теми же вопросами, что и депутатам сегодня. В основном Архангельская городская дума ведала хозяйственными вопросами. Это строительство дорог, продаж земельных участков, сбор налогов и устройство торговли. Сегодня в здании готовят будущих медиков, а не политиков. Однако связь времен не утеряна. В одном из кабинетов работает правнук гласного Якова Лейцингера. Того самого Лейцингера, что четырежды избирался на пост городского головы Архангельска. В момент, когда он возглавлял управление городом Архангельска, Архангельск сделал качественный скачок из 19-го в 20-й век. В тот период, когда Яков Иванович возглавлял городскую думу, в Архангельске был проложен водопровод, в Архангельске была построена электростанция и пущен архангельский трамвай. В начале прошлого века в 30-тысячном Архангельске 50 членов думы и своей среды выбирали всего 350 жителей. Но и эти немногочисленные избиратели не отличались активностью. Например, 17 мая 1910 года в день выборов было подано в избирательную комиссию лишь 174 записки. Так же, как избиратели, народные избранники без особого энтузиазма относились к своим депутатским обязанностям. Некоторые гласные ходили лишь на те заседания, где решались вопросы, касающиеся исключительно их коммерческих интересов. Вдумайтесь только городскому голове, для того, чтобы уговорить гласного поучаствовать в заседании, приходилось оторвать его, к примеру, от карточного стола. В Думе среди гласных были неформальные фракции, но не на основе партийной принадлежности, как сейчас, а скорее по экономическому или национальному признаку. Пресса в то время выделяла в Думе два крыла по месту расположения городского головы. Левая в нее входили потомки, осевшие в городе немцев, англичан и голландцев, и правая, в которую входили русские купцы. В Советском Союзе городской совет мало чем напоминал дореволюционную Думу, а первые выборы, безруководящие роли Компартии в Архангельске, состоялись лишь в 90-м году. В те времена свое одушевление вспоминает Александр Иванов. Он до 1993 года являлся председателем Архангельского горсовета народных депутатов. Они хотели что-то поменять в обществе, в государстве, сделать много полезного и хорошего. И почти никто, вот я их всех помню, моих товарищей, и почти никто не шел в городской совет с мыслями о том, чтобы, ну скажем так, защитить свое дело, бизнес или приумножить свое благосостояние. Таких не было ни одного. По словам Александра Иванова, время было романтичным. В городскую политику шли инженеры, учителя, врачи, военнослужащие. Сегодня же городской совет, переименованный в этом году в Думу, больше похож на дореволюционный орган самоуправления. А с Думой дореволюционной, у нынешней Думы, ну я так думаю, что параллели есть очень четкие. То есть, как было очень сословное и корпоративное избрание людей в городскую Думу до революции, так оно и сейчас стало достаточно сословным, корпоративным. То есть, человеку обыденному, без больших капиталов, попасть сюда практически невозможно. Что же, несмотря на богатую и на революционные потрясения историю страны, связь времен не обрывается. В гласных старого Архангельска легко узнать современных депутатов. И хотя из прошлого мы не всегда берем лучшие черты, Иванами, не знающими родства, нас все-таки не назовешь. На этом все. С вами была Панорама Севера. Важные и не очень примечательные и познавательные события недели. До встречи в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok